Сегодня у нас служение немножко с грустинкой, минорное. И когда делаешь подборку какого-то стихотворения, иногда трудно понять, вот почему именно Бог останавливает тебя на вот именно таком. И сегодня я бы хотела сказать, что меня оно лично тронуло просто до глубины души, но потрясло меня. И я бы хотела, чтобы каждый из нас задумался. Все мы с вами служители. Кому-то мы служим. Мы служим на работе, мы служим в мире, мы служим в церкви, но больше всего мы служим в своих семьях. Вот на прошлой неделе мы молились о своих семьях. Давайте задумаемся, а как лично я служу в своей семье, своему ближнему? Люблю ли я его? Лучше из свобод связать себя. К концу склонялся день моих бесед. И вот уже последний посетитель утешенным оставил кабинет, где проводил я встречи и молитвы. Служением своим я дорожил. Заметно было в людях пробуждение, единство дух, меж братьями царил. О них Господь мне верил попеченье. Душа моя была полна надежд и радости от новых ожиданий. Община процветает. В этом есть большая доля и моих стараний. Все было хорошо. Придя домой, я в кресле отдыхал душой и телом. Да, в церкви труд многообразен мой. Все совершаю мудро и умело. Я прославлял служение мое и, размышляя о дальнейших планах, впал постепенно в полы забытье и в то же время, сохранял сознание. Дверь комнаты моей, я вижу, вдруг бесшумно отворяется. И входит какой-то незнакомец. Я ваш друг. Пришел помочь. И вашу вам духовность сейчас я покажу. Его лицо большую силу воли выражало. И над челом янтарное кольцо чудесный свет небесный отражало. Держал в руках он меру из стекла и множество каких-то инструментов. Приятно, мелодично речь текла, когда воззвал ко мне он за ответом. Служитель Бога вы, а есть у вас усердие к великому служению? Возликовал я, именно сейчас испытывал я эти ощущения. Усердие так много у меня. Такой вопрос услышать мне приятно. И, удивляясь сам, вдруг вынул я из-под пижамы сверток аккуратный и подал незнакомцу моему. Тот взял его и на весы положил сто фунтов все усердие сие, сказал он почему-то осторожно. Потом на мелкие куски разбил все то, что только взвешивал недавно. На тигеле всю массу растопил, и я увидел из слоев неравных кусок, остывший на столе, лежал. Ударом молотка мой незнакомец от слоя слой неспешно отделял и взвешивал, рассматривая комья. Подобно результат он записал и положил листок в буфетной ниши. «Спаси Господь вас!» С грустью он сказал, прискорбно посмотрел и тихо вышел. Я бросился к буфету посмотреть на запись, что ответил незнакомец, схватил листок и встал под яркий свет, и стал читать. Неясным страхом скован. Анализ усердия служителя Божия и кандидата на получение венца славы. Общий вес сто фунтов. При анализе оказалось из них. Ханжество – 10 частей. Личного тщеславия – 23 части. Искание похвалы – 19 частей. Гордости званием – 11 частей. Гордости талантом – 14 частей. Властолюбие – 12 частей. Любви к Богу – 14 частей. Любви к человеку – 14 частей. Любви усердия – 3 части. Всего 100 частей. Я был сражен. Такое может быть, чтоб столько грешного перемешалось с моим желанием Господу служить. Нет, нет, неправильный анализ. И вдруг откуда-то, но точно стон. Ах, этот незнакомец – это он. Из сердца сжалось. Мрак заслал глаза мне. Воскликнул я. «Господь, спаси меня!» И тут передо мною появилось большое зеркало. И видел я, как сердце мое в нем отобразилось. Да, собственное сердце видел я. И верным оказалось вычисление, как жалкие были все мои дела. В отчаянии упал я на колени, скатилась по щеке моей слеза. Я приподнялся и тотчас проснулся. О, это сон! Он мне открыл глаза. Как я в своих мечтаниях обманулся. Я понял то, что не понимал. Прося себе спасения от ада, Я никогда о том не помышлял, Что от себя иметь спасение надо. Теперь просил я Бога об одном. От самого себя просил спасения. Молился годы долгие о том, Покуда не пришло освобождение. Божественный огонь испепелил Все то нечистое, что в сердце было. И Господа я вновь благодарил за сновиденье, Что тогда открыло мне мой неверный путь, Опасный путь. Я взвешен был и найден легким очень. Господь мне показал всю мою суть, Но смелости весь в истине упрочил. В тот незабвенный день мне преподал Урок великий мой Господь, спаситель. Теперь успех любой я принимал С почтением к отцу, Как раб-служитель. И не мечтая, твердо шел вперед, Чтоб нагим больше не стоять ни разу, Не вписывал победы на свой счет, Одно лишь помнил, Всем ему обязан. Слава Господу! Аминь. Слава Господу! Слава Господу!